Меня зовут Шурупова Яна, я выпускник аспирантуры биофака МГУ. Сейчас работаю на кафедре биологической эволюции биологического факультета МГУ. Занимаюсь изучением эволюции, микроэволюции, процессов видообразования, эволюции антогенеза, эволюции полового деморфизма и так далее. Объект моих исследований — это ископаемые рачки, конкретно из мезозоя, из юрского периода. Они в массовых количествах сохраняются в ископаемом виде, поэтому у них есть половой деморфизм, у них различаются возрастные стадии, поэтому это оказалось очень удобным объектом для изучения именно каких-то микроэволюционных процессов, потому что, когда у нас в массовых количествах есть материал из огромного промежутка времени, мы можем сравнивать рачков из прошлого и из более поздних, из более ранних отложений, анализировать, как менялись внешние условия, как менялась морфология этих рачков и, соответственно, как протекали эволюционные процессы у разных полов и у разных возрастных стадий. Все это между собой сравнивать и получать какую-то более ясную картинку, откуда что появилось. Моя работа заключается в анализе данных, но в экспедиции, к сожалению, я не езжу, но потому что есть масса материала, который уже добыт коллегами. Это скважины, это какие-то горные породы, которые я обрабатываю. На первых этапах я делала это дома, когда еще была студентом, но потом я занималась обработкой материала в лаборатории гидрогеологии в МГУ. То есть это у вас горные породы, которые я кипятила, промывала через сито, добывала оттуда микрофауну, выбирала ее всю. Потом это все определяется по видам, снимается на сканирующем электронном микроскопе, и дальше уже работа идет за компьютером, когда эти фотографии всячески измеряются, сравниваются между собой, обрабатываются в различных графических редакторах. Так что это очень рутинная работа. Я, например, в своей диссертации обработала около 24 тысяч экземпляров вот этих раковин-рочков, потому что в любой, наверное, пожалуй, отрасли науки есть такая рутинная составляющая, когда ты должен очень долго просидеть, неважно где, в поле, за компьютером или за микроскопом. Вот у меня сначала долгий этап обработки материала, когда я из глины достаю раковинки, потом долгий этап работы за микроскопом, и затем за компьютером. И потом только, когда ты прошел все вот эти этапы, ты садишься и все, и ты начинаешь анализировать и описывать. И опять ты сидишь за компьютером, ну, работаешь уже дальше с текстами и с какими-то графиками, таблицами. Вот в чем заключается моя работа. На это у меня ушло первые два года аспирантуры целиком. И причем это была очень активная работа, прям практически каждый день. То есть, ну, понятно, там первый этап – это отмывка, на отмывку у меня ушел где-то, ну, там первый год точно. Вот это несколько дней в неделю, целый день ты прям вот с утра до вечера в главном здании МГУ, занимаешься вот этой отмывкой. Стоишь там в лабораторном этом халате, весь в глине. Это физически очень тяжелая работа, потому что это все кипятится, это целый день руки в воде, потом эти образцы просушиваются. Вот. Потом на первом этапе я все отмывала, доставала, значит, материал, с которым нужно будет работать. На последующем этапе – это работа за микроскопом, тоже довольно тяжело, потому что, опять-таки, это ты сидишь целый день за микроскопом, за бинокуляром и отбираешь, то есть высыпаешь дорожками все, что ты отмыл, и каждую песчинку отбираешь. Это супер ювелирная и такая кропотливая работа. Но мне это нравится. Я понимаю, это не для всех подходит, потому что не все обладают такой усидчивостью, но это необходимо. Но можно включить там какую-то музыку или какую-то лекцию слушать, пока у тебя руки и глаза работают, уши свободны. Вот. Поэтому мне нравился этот этап работы. Хотя это было действительно очень тяжело, у меня немного упало зрение. Вот. Но это все терпимо ради науки. Ну, потому что, когда они находятся в породе, там ко мне попадает порода в виде, значит, скважины какой-то, то есть у тебя есть сплошной кусок породы, и чтобы оттуда достать микрофауну, нужно все лишнее вымыть, чтобы осталось только нужное. И вот глина вымывается, глинистые частицы, а остается горсточка песка у тебя, с каждого вот этого кусочка скважины. И вот с этой горсточкой песка ты, причем песок, который не весь целиком состоит из той фауны, которая тебе нужна, ты выбираешь только, то есть лишнее остается в пакетиках и идет там дальше другим коллегам, которые занимаются, другой группой фауны, а ты отбираешь только свое. Вот. То есть у тебя такое, значит, полкило у тебя был кусок, потом у тебя остается несколько граммов песка, из этих несколько граммов песка у тебя там несколько нанограммов вот именно того, что тебе нужно. Вот. Раковин рачков. Вот. Это все отбирается кисточкой, очень аккуратненько, нельзя ни в коем случае на это не чихать, не ронять, потому что иначе раковины потеряются. Вот. Так что нужно соблюдать все меры предосторожности и аккуратности. Ну, во-первых, мы можем посмотреть, например, с какой там скоростью у них протекала эволюция, если у нас есть датировки горных пород. Мы можем посмотреть, как, например, она протекала отдельно у самок и самцов. И, то есть, изучение эволюции этих рачков, они позволяют пролить свет не только вот на эволюцию конкретно рачков, но и на какие-то фундаментальные законы. То есть это всего лишь очень удобный модельный объект. То же самое, как, я не знаю, в лабораториях Ленске, где изучают бактерий, где изучают там кишечных палочек или как дрозофилы. Это просто удобный модельный объект. И что-то из этого можно благодаря этому пролить свет на какие-то фундаментальные законы эволюции. Например, там выявить какие-то, какие признаки более эволюционно-консервативные, и какие более эволюционно-пластичные, с какой скоростью протекает эволюция у самок и у самцов отдельно, как на это влияет половой отбор, что происходит с этогенезом, как эти рачки реагируют на изменения окружающей среды, например. Потому что микрофауна по ней реконструируют в том числе и палеогеографию, палеоэкологию, палеоглубины. И все это можно сопоставлять, потому что по макрофауне этого сделать сложно. Она не всегда есть в таких массовых количествах. Поэтому датировки пород и палеоэкологии – это делается по микрофауне. И все это можно сопоставлять. И этот же объект можно использовать для изучения эволюции. В общем, тут все сошлось в одно, поэтому это перспективно. Мне, во-первых, попадается в массовых количествах другая микрофауна. Это раковины простейших, которые называют форминиферы. Потом очень интересно, но, возможно, то, что не несет такой научной ценности, это остатки макрофауны. То есть это какие-то юменильные особи, например, маленькие аммонитики. Или там попадаются зубы рыб. Я их откладываю, но пока, к сожалению, не нашла, куда пристроить. Единственное, в геологический институт я договорилась с коллегой и отдавала ему, если не попадаются, ушные косточки белемнитов. Очень интересно, потому что белемниты – это головоногие моллюски. Они чем-то похожи на крокатицу. У них внутренняя раковина такая длинная. То, что называют чертовыми пальцами. И в ископаемом виде сохраняются ушные косточки. И по этим ушным косточкам в геологическом институте они их распиливают, смотрят, как антогенез этих косточек, как у них там чего нарастало, и это все анализируют. Поэтому даже выходили какие-то статьи. Вот это, наверное, один из самых интересных побочных эффектов обработки моего материала, потому что я нашла, куда это пристроить. Но в целом и по форминиферам тоже очень интересные результаты могут быть. И в идеале, когда ты работаешь с каким-то разрезом, нужно кооперироваться с максимально возможным количеством людей. То есть не то, что я смотрю, только я смотрю своих рачков, но нужно, чтобы кто-то еще параллельно смотрел, например, литологию. Также еще интересно было, я отщипывала кусочки от этой породы и отправляла в Саратов коллегам, и они смотрели там петромагнитные данные. То есть там по намагниченности частиц можно восстановить, например, цикл Миланковича, это там угол наклона земной оси, с какой скоростью, и получить датировки. Поэтому интересно смотреть не только палеонтологию и эволюцию, но и какие-то геологические процессы, чтобы потом это все сопоставить и сложить в одну большую картинку. И посмотреть, как, например, разная фауна влияет на изменение условий, на углубление бассейна или на обмеление бассейна, или на повышение температуры. Потому что, например, по микрофауне в том числе изучают процессы, не знаю, глобального потепления или различных оледенений. Это ключик к прошлому, потому что, зная, как организмы в прошлом реагировали, например, на потепление или похолодание, мы можем спрогнозировать, как они будут реагировать в настоящем. Поэтому это еще одно ответвление, которым занимаются те, кто изучает микрофауну. Науку я заинтересовалась еще вот в таком возрасте. Все, конечно же, началось с динозавров, как у многих, кто увлекается палеонтологией. Там пошло все с детства. Там я собирала какую-то коллекцию с песочницы, каких-то окаменелостей. Тогда для меня это был, конечно, разрыв шаблона, что можно самому что-то найти. Потом после школы я много ездила в любительские выезды по Подмосковью и различным ближайшим, там, Рязанской области, Калужской области. И занималась коллекционированием фауны. У меня огромная коллекция до сих пор дома стоит в коробках. Но в какой-то момент я поняла, что коллекционирование далеко меня не заведет, потому что как только я умру, эти коробки могут отправиться на помойку и не принести никому никакой пользы. Поэтому я поступила в университет на биолога. Там работала над магистрской диссертацией. Занялась там как раз микрофауной. И параллельно продолжала ездить на выезды и исследовать московский регион. Вот так скажем. В какой-то момент я поступила в аспирантуру МГУ. Продолжила. Я не стала менять объект исследований, потому что мне очень понравились мои астрокоды. И у меня очень хорошие научные руководители. Поэтому у нас плодотворное сотрудничество произошло. Моя любительская коллекция эволюционировала в учебную коллекцию. И теперь я демонстрирую ее на различных занятиях или если что-то школьникам рассказываю. И я продолжаю совершать какие-то маленькие поездки, но уже как учитель для школьников. Потому что когда видишь вот эти горящие глаза у школьников, ты видишь, я вспоминаю себя вот такой вот маленькой, которая в песочнице искала какие-то окаменелости. Так что этот интерес тянется с детства. И, к счастью, он не угас. А сейчас только еще больше все интереснее и интереснее. Ну, каких-то там скелетов, тернозавров там, конечно, нет. В основном это все морская фауна. И большая часть из того, что я нашла сама, это из Подмосковья. Это различные беспозвоночные. Например, там у меня есть гигантский кусок коралла, огромные губки. Есть очень много зубов акул. Есть красивый аммонитез, у которых сохранился перламутр. Чего-то прямо суперредкого и суперценного для науки там нет. Но учебная коллекция и не должна быть такой. Также из интересного там есть зубы спинозавра. Но это я находила не сама. Это было приобретено на выставке, на минералогической выставке. И еще гвоздь моей коллекции. У меня есть два капролита. Капролиты, то есть это каменелые экскременты. Я их тоже всем демонстрирую, потому что это очень интересный объект. Хотя довольно редкий, неизвестный широкой публике. Потому что по капролитам можно восстановить, например, чем питалось животное. У меня есть капролит акулы, найденный собственноручно в Подмосковье. Маленький. И есть капролит, приобретенный на выставке, как какой-то рептилий. К сожалению, там до вида определить невозможно. Также у меня есть кусочек янтаря с насекомым каким-то. Прямо как в парке юрского периода. Но в основном это все морская, различная морская фауна. Различные губки, кораллы, ушанки, моллюски двустворчатые, моллюски брюхоногие. Много очень брахиопод. Есть следы ползания. Есть также интересные строматолиты. Они на спиле выглядят как кусок кафель. Но на самом деле это маты бактериальные. И это одна из самых древних, наверное, моих древних экземпляров таких. Им там несколько миллиардов лет. В общем, в Москве в разное время были разные моря. В каменноугольном периоде было теплое, не очень глубокое море. И отложения каменноугольного периода встречаются всюду по Подмосковью. Это, например, Домодедовские карьеры, Гжель, Пески. Это по казанскому направлению ЦМ-гигант. Их очень много. Есть сайт amonit.ru, где можно посмотреть прямо на карте. И в отложениях каменноугольного периода можно найти как раз что-то такое огромное, впечатляющее. Оттуда есть огромные раковины моллюсков. У меня есть, я тоже тащила. Правда, это не из Московской области, а из Калужской области. Вот такая огромная раковина. И оттуда же гигантские кораллы. Потому что там было теплое море, которое кишело жизнью. Но и помимо каменноугольных, и также в юрском периоде было море тоже. Это был не очень глубокий эпиконтинентальный бассейн. То есть это не океан, это на материке все это было. И юрские отложения – это глины. Из них как раз, наверное, юрские отложения открываются в Москве, в Филях, в Коломенском. И там что-то такого большого и крупного вы не найдете. Хотя известны находки, например, морских рептилий из Москвы. Это есть очень интересные работы у специалиста по морским рептилиям, у Николая Зверькова. Можно найти его статьи. Он там прямо описывает вот этих морских рептилий, которые находили на территории Москвы и Московской области, наших родных. В целом, целый скелет, скорее всего, вы не найдете, конечно же, но какой-то там фрагмент черепа или ласту вполне можно найти. Ну, например, там в тех же самых Филях. То есть по Москве, если не выезжать за пределы Москвы, это будут в основном юрские отложения. Если выезжать за пределы Москвы, то там уже будут тоже юрские отложения, и каменноугольные в основном, и немножечко меловых. Ну, я говорю, на скелеты динозавров не надейтесь. Но вот что-то крупное можно найти, вот кораллы каких-то беспозвоночных. Интересно, ближе к Рязанской области там, значит, можно найти, например, гигантских аммонитов. Это тоже головоногие моллюски. Они могут быть там размером с колесо. Но их очень сложно транспортировать, потому что они могут быть хрупкими. Обычно там их пропитывают клеем ПВА, каким-то раствором, чтобы довести до дома и как-то это все зафиксировать. Но часто это все встречается просто очень красиво, в виде красивых отпечатков, таких перламутровых. Но это сложно вывести. Но они там действительно могут быть огромными, там, размером с колесо. Аммониты вообще очень разнообразная группа. И наши подмосковные аммониты, подмосковные из Рязанской области, они одни из самых крутых аммонитов хорошей сохранности. И на рынке палеонтологических коллекционеров они очень ценятся, потому что они хорош в сохранности с перламутром. Такие же вот там, не знаю, в Англии тоже такие же есть аммониты, за которыми все гоняются. У нас тоже такие есть. Они могут быть совершенно разной формы, с шипами. Они могут быть такие сплющенные с боков, могут быть как бочонки. Там очень красиво бывает, когда они замещены перитом. Перит, его еще называют «Золото дураков», оно вот прям блестит, как золото. В общем, это такой, не знаю, красивый предмет для домашней коллекции, чтобы поставить его в серванте и показывать всем гостям. Так что наши аммониты одни из лучших аммонитов юрские в мире. Похожая история есть с питерскими трилобитами. Тоже за питерскими трилобитами гоняются ученые и коллекционеры со всего мира, потому что если образец хорошо подготовлен, хорошо отпрепарирован, это тоже трилобиты, это такие членистоногие, которых не оставили современных потомков, но они очень эффектно выглядели. Они тоже могут быть огромными, размером где-то от пола до сюда, как зонтик большой, как зонт-трость примерно. Могут быть маленькие, они все покрыты шипами, с фасеточными глазами, с какими-то там вилками и самой различной формы. Так что питерские трилобиты – это как наши московские аммониты, звезды палеонтологии такие, очень классные. Ну, в общем, что касается динозавров. Вообще изначально по динозаврам у нас ведущие специалисты были все в США. Там у них даже были динозавровые воины, про это даже снято кино, потому что это очень интересный объект, и все за ним гоняются, и, значит, там ведутся битвы, кто первая пишет новый вид. И это действительно прямо такое вот на острие науки горячая тема. Но сейчас, за последние несколько десятилетий, акценты немножко сдвинулись, и ведущими в динозавроведении стали китайцы неожиданно, потому что у них очень хорошо финансируется наука, потому что у них очень много высококлассных специалистов, которые занимаются именно там мезозоем, динозаврами и палеонтологией вообще. В Китае фундаментальная наука хорошо спонсируется. И поэтому, когда, например, я была на Международном палеонтологическом конгрессе, там все делится по секциям, и там каждая секция посвящена либо группе организмов определенной, либо определенному периоду, и там вот была динозавровая секция. И большинство докладов там было сделано как раз-таки специалистами из Китая. Они собирают, у них там выделяются мегагранты, они собирают огромные международные команды на это все дело. И вот эта масса всех последних нашумевших находок спящих динозавров, пернатых динозавров, это все известно из Китая. Так что США немножечко уходят на задний план. Но на самом деле динозавры были и у нас в России, просто у нас не так много специалистов и не такое большое финансирование этого всего дела, потому что нужно ехать в экспедицию, это вообще очень дорогостоящее. А в Китае это хорошо спонсируется. В общем, есть взгляды на динозавров, на которые пересмотрелись колоссально. Это в основном на хищных двуногих терапот, потому что как раз-таки есть много находок таких динозавров с перьями, и у них мозаично сочетаются признаки, какие-то птичьи признаки динозавровые. И причем, когда изучают эволюцию этой группы, выясняется то, что перья у них возникали несколько раз, они зависимы. Вот взгляды на таких динозавров, они пересматриваются, и в том числе благодаря находкам из Китая многочисленным. Взгляды на каких-то там, не знаю, других динозавров, завропод, на других там птицитазовых динозавров, они не так сильно претерпевают изменения. Они детализируются с каждым годом, потому что появляются новые методики, но в целом они не претерпели какой-то прям такой вот революции. Что касается, не знаю, каких-то знаменитых динозавров, таких как тираннозавров, которые, наверное, это один из символов палеонтологии вообще, потому что, наверное, это первый, кто вам приходит в голову, когда вы слышите слово «динозавр». Полных скелетов найдено не так много, но они есть. К сожалению, были они покрыты перьями или нет, сказать нельзя. Скорее всего, нет, потому что найдены отпечатки кожи тираннозавров, и она была очшучатая, как у ящеров. Но у близких родственников динозавров, у ютиранусов из Китая, у них известно несколько скелетов с отпечатками перьев. То есть какие-то тираннозавриды были покрыты перьями все-таки. Ну, и опять-таки, благодаря новым открытиям мы видим то, что разнообразие динозавров намного выше, чем считалось раньше. И динозавры занимали максимально возможное количество экологических ниш на суше в мезозое. Были крупные динозавры, были мелкие динозавры, были покрыты перьями, были не покрыты перьями. В общем, колоссальное биоразнообразие в мезозое. Действительно, они были господствующей группой. К сожалению или к счастью, динозаврам так и не удалось освоить какие-то водные места обитания, потому что в морях и океанах властвовали не динозавры, а властвовали другие морские рептилии. Это различные мозозавры, ихтиозавры. Это не динозавры. И динозаврам не удалось освоить воздушную среду обитания. Там были до какого-то момента птерозавры, но когда начали появляться динозавры, близкие родственники птиц, которые освоили полет, они освоили полет в каких-то лесах густых. Есть несколько взглядов на эволюцию полета, как она была с деревьев вниз или с деревьев вверх, но он тоже возникал параллельно и неоднократно в разных группах динозавров. И когда вымерли птерозавры, то потомки птиц так и остались господствующей группой наземных позвоночных, которые освоили воздушную среду обитания. Так что динозавры были очень успешной группой. И если принимать современную ведущую точку зрения, то, что динозавры не вымерли, а эволюционировали в птиц, то все у них хорошо и до сих пор. Динозаврам не удалось освоить море, но существуют какие-то полуводные динозавры, такие, например, как спинозавр, которые освоили водную среду обитания, но недалеко ушли. А прямо вот в открытое плавание уйти и вести образ жизни, как современные киты, например, или дельфины, этого динозаврам не удалось. Морские рептилии-динозавры, это, конечно, родственники, просто у них родственник был когда-то совсем давно. К сожалению, я не назову там точно, когда. Это нужно обратиться к специалисту по морским рептилиям. Но пути их эволюции разошлись просто раньше, до того, как динозавры выбрали путь освоения наземных мест обитаний. Параллельно же существовали и другие рептилии, в том числе родственники современных черепах, родственники современных ящериц, которые тоже не являются динозаврами. И, например, одни из морских рептилий, мазозавры, это родственники современных ящериц. Они ближе к ящерицам, чем к динозаврам. То есть освоение морей и океанов было несколько раз совершено разными группами. И эти группы рептилий, это были не динозавры. У них там совершенно другое строение скелета. В общем, это другая группа присмыкающихся. Точно так же, как черепахи не являются динозаврами или ящерицами не являются динозаврами. В палеонтологии не одними динозаврами живет. Есть куча других объектов, которые не менее фантастические, просто менее известны широкой публике. Например, это различная кембрийская фауна и докембрийская фауна. С докембрийской фауной очень интересно. Это когда еще сам Чарльз Дарвин задавался вопросом, что все породы, которые моложе кембрии, они молчащие, тихие, оттуда неизвестно никаких находок. А в кембрийском периоде вдруг внезапно возникает чуть ли не все современное биоразнообразие. Не все, конечно. И часто креационисты даже Дарвина упрекали этим моментом, что как так, вдруг резко возникло такое биоразнообразие. Но Дарвин, будучи гениальным ученым, он предположил, что, наверное, возможно, мы еще не открыли тех организмов, которые жили в докембрийском периоде. И он оказался прав. Действительно. Просто здесь загвоздка в том, что докембрийского периода существовали в основном мягкотелые организмы, которые... А когда ты мягкотелый, тебе сложнее оставить свой след в ископаемой летописи. В кембрийском периоде произошла скелетная революция, которая как снежный ком повлекла за собой вот этот весь кембрийский взрыв, который протекал в несколько этапов. Это когда возникли почти все современные группы организмов. До кембрия вся фауна была мягкотелая. И вот, на мой взгляд, одни из самых таких интересных открытий последних лет, они касаются именно венской фауны, докембрийской фауны. Потому что сначала, когда их описали, было даже... То есть это настолько странные организмы, которые не имеют современных аналогов. Их даже не смогли... Не сразу смогли определить, к какой группе организмов они относятся. Это кто? Животные, растения или грибы? Потому что настолько... Все там у них по-другому и иначе. У них другая симметрия. У них все тело пронизано системой сосудов, которые квадратные в сечении. И у всех остальных организмов сейчас, если мы разрежем сосуд, они будут круглые в сечении. И, в общем, когда открыли эту венскую фауну, это был просто, я не знаю, вау-эффект. Очень здорово, интересно. И постепенно сейчас, с каждым годом, все лучше изучается месторождение. Одно из самых классных месторождений, где венская фауна хорошей сохранности, у нас есть в России на Белом море. Плита с венскими организмами есть, например, в Палеонтологическом музее у нас в Москве. Можно сходить посмотреть. Там прямо целая огромная плита, многометровая, где сохранились отпечатки вот этих венских организмов. Они очень странные, прям какие-то совсем похожи на пришельцев. Похожи там на какие-то вот маленькие стеганые подушечки, стеганые одеяльцы, на какие-то печеньки. Сейчас, за последние несколько лет, немножечко разобрались, кто есть кто среди вот этих представителей венской фауны, потому что есть новая отрасль палеонтологии, это палеопротеомик, когда там изучают остатки древних белков. И по составу вот этих древних белков можно определить, к какой группе принадлежали. То есть есть белки, которые есть только у животных, там только у грибов и только у растений. Поэтому вот посмотрели один из таких венских организмов, дикенсонию, и ее смогли благодаря вот этой палеопротеомике определить в животных. Вот. Это одно из самых, мне кажется, интересных открытий последних лет. Ну, вообще палеогенетика развивается сейчас очень активно, понятно, что у нее не такая глубина охвата времени в биологическом масштабе, но, например, раскопаемых людей можно изучать, используя вот эту методику. Люди научились это делать. И тоже одно из самых таких интересных открытий, это когда описан новый вид человека по геному, вот Денисовский человек. Ну, мы в палеоантропологии, я предлагаю, не углубляться. Так что очень интересные, значит, описаны различные массы организмов из кембрийского периода, у которых, это различные чинистоногии, в которых сочетались мозаично признаки современных разных групп и такие признаки, которых сейчас нету. То есть там какие-то совершенно фантастические организмы с пятью глазами, с хоботом, с клешней на конце. И за этим тоже очень интересно следить. Найдено несколько лагерштеттов, где они просто потрясающей сохранности. Прямо вот можно даже... Там они настолько хорошо сохранились, что даже мягкие ткани по ним можно изучать, как там на современных препаратах. И вот эта детальность, она поражает. То есть если раньше о таком даже не мечтали, а сейчас у нас есть такой супермощный инструмент по реконструкции, не знаю, мягких тканей и каких-то совсем-совсем тонких деталей, которые сохраняются при огромном стечении обстоятельств, ну вот, и которые можно изучать. Очень интересное открытие по микрофауне, ну, потому что просто я специалист по микрофауне, я за ними слежу. Ну, например, были найдены из того же самого бирманского янтаря, откуда известны находки массы других беспозвоночных, и даже откуда известна находка хвоста динозавра. И оттуда нашли, значит, раковин керачков в бирманском янтаре. И эти раковины настолько хорошо сохранились, что там сохранились даже половые клетки. Вот. И можно изучать древние ископаемые половые клетки острокот, рачков этих, по находкам из янтаря. И это была вау-новость вот буквально в этом году. Также ещё очень интересная новость про спинозавра, реконструкция которого несколько раз перестраивалась. Там он то на двух ногах с гребнем был, то потом, значит, он такой... Значит, делали ему походку, как он опирался на передние лапы. И даже на обложке Nature был спинозавр с таким красивым гребенчатым хвостом. Потому что найден был кусок фрагмента скелета, фрагмент хвоста с такими вот отростками. И согласно вот этой новой информации, значит, опять пересмотрели реконструкцию. И он стал ещё больше. Спинозавр похож на какого-то крокодила с таким уплощённым хвостом. Но, в принципе, это всё логично и красиво, потому что он использовал этот хвост для передвижения в водное среди обитания. Так что это удивительно и интересно следить за тем, как с каждым годом всё большим количеством подробностей обрастают какие-то палеонтологические объекты. И картинка мира становится с каждым годом всё более и более достоверной. Понятно, что мы там 100% не сможем реконструировать, я не знаю, какие-то черты поведения динозавров, голос каких-то динозавров или ещё что-то. Но всё равно с каждым годом, благодаря новой методике, благодаря томографии, например, когда раньше, чтобы изучить какой-то скелет, внутреннюю структуру кости, нужно было её распиливать и как-то разрушать образцы, счёт которых идёт на единицы. То есть разрушение такого образца – это потеря для науки. А сейчас мы можем просто сделать 3D-томографию и изучать как только хотите. Можно сделать компьютерную модель и смотреть биомеханику, ещё что-то такое. Так что вот эти все современные методики позволяют получить более достоверную, более чёткую и яркую картинку мира прошлого. Да, с млекопитающими тоже очень интересная история, потому что первоначально, какие были взгляды на эволюцию млекопитающих, что это какие-то жалкие землеройки, которые обитают в тени великих и ужасных динозавров. Но на самом деле было всё не совсем так. Млекопитающие хорошо и плотно освоили экологическую нишу сначала мелких насекомоядных организмов. И да, они были теплокровными, они могли себе позволить вести ночной образ жизни. И разнообразие млекопитающих в мезозое, благодаря новым находкам, описано то, что разнообразие млекопитающих было намного выше, чем считалось ранее. И на самом деле они были вовсе не в тени, они вполне себе нормально процветали. Особенно там под... В конце мела их было много, они были разные, и они стали... Из насекомоядных освоили различные кормовые базы, появились какие-то и растительноядные формы, всеядные, и которые в том числе начали специализироваться на поедании мелких рептилий. А мелкие рептилии у нас с вами это не только вот там какие-то ящерицы, ещё кто-то, это в том числе и дети динозавров. Потому что у динозавров там есть физиологические ограничения, что даже гигантский тираннозавр, он откладывает относительно его самого небольшие яйца, и дети у них тоже относительно некрупные. И поэтому съесть детёныша, какого-то даже гигантского динозавра, млекопитающего, было вполне по зубам. И, возможно, это тоже повлияло на вымирание динозавров, то, что млекопитающие освоили такую кормовую базу, как яйца динозавров и дети динозавров. У динозавров была забота о потомстве, это как раз были те динозавры, у которых наблюдалось более птичье поведение, которые там высиживали яйца или как-то охраняли гнёзда. Но те динозавры, у которых не было заботы о потомстве, они попали под пресс нового хищника, их детёныши попали под этот пресс, и что в том числе и подорвало их эволюционный успех. Так что млекопитающие – это вполне успешная группа, которая пережила границу мелполиогенового вымирания. И после вымирания динозавров она стала господствующей группой наземных позвоночных, и это господство сохраняется до сих пор. На какой-то короткий промежуток после того, как освободилась ниша крупных мегахищников, там птицы пытались её освоить, но им это не очень удачно удалось, и появились уже там самые разнообразные группы млекопитающих. В том числе это впечатляющая мегафауна, ледниковая фауна, там различные мамонты, шерстистые носороги и саблезубы какие-то, хищники и так далее. Ну и приматы мы с вами. Интересно то, что на территории Москвы в ледниковом периоде была вся вот эта сопутствующая ледниковая фауна, и известны даже находки мамонтов. Но первая находка мамонта – это зуб огромный, который нашли при строительстве храма Христа Спасителя, когда рыли котлован. Так что если смотреть на прошлое нашего региона, Москвы, мы с вами можем столкнуться и с морскими юрскими отложениями, и с какими-то более поздними, более ранними каменноугольными отложениями, и в том числе и с ледниковой фауной. Ну и так дойти до современности. Во-первых, что бы я посоветовала? Во-первых, читайте больше литературы, русскоязычные, если есть возможность, англоязычные тоже. Сейчас очень много качественного научпопа именно по палеонтологии. Во-вторых, я бы посоветовала больше общаться с единомышленниками, делиться опытом и искать себе профильное учебное заведение. И также всегда держать в голове, что наука, в частности, палеонтология, это довольно тяжелый труд, и нужно быть к этому готовы, потому что очень часто у многих создается ложное впечатление, что наука – это просто и весело, но это только одна сторона медали. Другая сторона медали – это как раз та самая рутинная составляющая, про которую я рассказывала, то, что много часов нужно заниматься отмывкой материала, сидеть за микроскопом, читать массу литературы, все это через себя пропускать. В общем, нужно быть целеустремленным, стойким, переносить все вот эти вот трудности при решении каких-то рутинных задач, и вы будете просто сполна вознаграждены. Больше общаться с единомышленниками, больше читать, стараться развиваться, вот, и все будет здорово, потому что все вот эти сложности, которые вы преодолеете, они того стоят. Когда ты описываешь какое-то новое явление или новое животное, это все искупается, не знаю, помноженное на сто, потому что ты вносишь свой вклад в развитие человечества, ты описываешь то, чего кроме тебя никто раньше не видел, никто раньше этого не делал. Вот, это еще один такой кирпичик вот в стену, не знаю, человеческой цивилизации, и нужно быть к этому готовым, и оно того стоит. Так что все идите в науку, в частности, если у вас есть интерес к палеонтологии, не бросайте его, приходите в палеонтологический институт, на биофак, на геологический факультет, специалисты есть, специалисты есть не только в России, но и по всему миру. В общем, не бросайте дело, храните интерес всю жизнь, и это все вам восполнится.